8 сентября в администрации состоялось заседание Молодежного совета Десногорска. Впервые после долгого перерыва неравнодушные представители городской молодежи обсудили предстоящие планы и вынесли на рассмотрение совета свои новые инициативы. В заседании принял участие куратор Молодежного совета, заместитель главы Десногорска Александр Новиков. Он поблагодарил молодежь за активную деятельность, проведенную членами совета во время карантина, за участие в различных конкурсах и акциях. Александр Новиков предложил активистам принять участие в ежегодном мероприятии «Созвездие городов», организованном концерном Росэнергоатом. Посол Молодежного совета Смоленской области Екатерина Стрелкова рассказала о своей поездке в Смоленск и работе активной молодежи в областном центре. Она поделилась впечатлениями об их деятельности и реализации проектов, таких как «Экомап», осуществляющего мониторинг городской среды силами жителей и «Поедем-поглядим», направленного на развитие туризма в регионе. «Свой город мы тоже зарекомендовали, так как у нас здесь атомная станция, очень много можно что рассказать. И ребята заинтересовались этим и очень тоже хотят приехать в наш город». Член Молодежного совета Антон Заверич выступил с инициативой о проведении стажировки учащихся 10-11 классов, выбравших социально-гуманитарное направление обучения в администрации Ясногорска. Это позволит повысить интерес школьников к профессии госслужащего. Заместитель председателя Молодежного совета Смоленской области Денис Куралесов выступил с предложением об участии в конкурсе президентских грантов. «Мое предложение, что да, мы можем, конечно, собираться, проводить в субботнике разовые акции, но чтобы действительно заявить о себе и на местном, и даже на уровне, грубо говоря, региона, то нам все равно нужно выходить с каким-то проектом, с каким-то предложением, получать на него финансирование и реализовывать». Была озвучена инициатива проекта «Интерактивный гид». Он направлен на развитие туризма и сохранение исторической памяти в городе. Возле достопримечательностей Десногорска будут размещаться QR-коды, которые позволят с помощью мобильного телефона узнать подробную историю памятников. В заключении члены совета обсудили идеи проектов по благоустройству районов города. Продолжение следует... Продолжение следует...